Недавно я снял видеоролик, в котором рассказал о том, что любой ремонтник может ошибиться и неправильно продиагностировать видеокарту. Вследствие этого, периодически, в принципе, каждый раз я даю человеку альтернативу, что могу выкупить у него карточку на запчасти. Разумеется, раньше с, так скажем, ошибками в диагностике было больше проблем. Сейчас, ну, я думаю, что, ну, на 100 карт, наверное, одну я действительно могу ошибиться, если там какой-то прям очень такой заковыристый случай. И пара человек, во-первых, откомментировала, что, типа, это вообще чуть ли не обман, потому что, типа, ты выкупаешь, значит, карту, потом ее чинишь и деньги зарабатываешь. Но, типа, тут я не могу ничего этим людям доказать, потому что у них какая-то своя, видимо, тема в голове, и они для себя все решили окончательно. Мой же посыл был в том, что, ну, ошибается абсолютно любой человек, и, я бы даже сказал, абсолютно каждый ошибается. Вопрос в том, насколько часто. Но сегодня немножко не про это. Также мой товарищ Эндрю сказал, что я ломаю, так скажем, идеальный портрет ремонтника, рассказывая подобное, допустим. Но я, опять же, снимаю на второй канал такие вот лайв-бложеские видосики, чисто, чтобы без приукрас показывать, как оно все на самом деле происходит. Вот. И сегодня как раз-таки хочу немножечко наоборот, обратную сторону медали рассказать. А что бывает, если, мягко говоря, клиент хочет, либо не хочет сыграть в русскую рулетку? О чем я? Вот, допустим, как раз-таки классический случай. Присылает мне человек видеокарточку 1070, палит после сервисного центра. Причем они его там промуружили достаточно долго. Сказали сначала чипы памяти, потом еще что-то, потом вернули чипы памяти родные обратно. Короче, история весьма и весьма плачевная. Впоследствии он мне написал, что Виктор так-то и так, давайте я вам ее отправлю. Я говорю, ну, типа базара ноль, давайте. Присылает мне карту, я ее осматриваю и вижу там, опять-таки, сейчас не смогу, наверное, вставить в видео диагностику, где я, собственно, ему скидывал. Там чип залит флюсом вся, память залита флюса. Ну, короче, классика жанра. Причем GPU прогрели достаточно жестко. И я человеку объясняю, и, в принципе, я советую подобной практикой, точнее, подобную тему практиковать адекватным ремонтникам. Я человеку объясняю. Смотрите, у нас есть выход. Первый. Мы берем, меняем только сбойные чипы памяти. А чтобы вы понимали, матс там выглядел примерно таким вот образом. Это вот изначальный матс. Потом я ему сказал, давайте, дабы отсеять проблемы с контроллером памяти, я поменяю хотя бы один чип. Если ошибки уйдут, то, соответственно, в принципе, есть возможность починить видеокарту. То есть чип, скорее всего, жив, нежели мертвый. Я заменил один чип, и, соответственно, да, действительно, ошибки по А0 ушли. После чего я ему говорю, смотрите, все равно есть некоторая доля фарта-нефарта вот этой вот как раз-таки пресловутой рулетки, потому что я могу сейчас заменить чипы памяти, возьму деньги в любом случае за работу и за расходники. То есть проделаю работу, какую-то конкретную потрачу время, за нее я хочу получить деньги. Но в конечном итоге из-за того, что прогревали GPU, может еще оказаться, что видеочип мертв. И вот у нас стала с человеком, так скажем, дилемма перед нами. С одной стороны, я не хочу делать работу за бесплатный и тратить кучу времени. С другой стороны, человек хочет ее починить. Но опять-таки здесь есть фактор того, что я устраню один дефект первичный, который не дает карточке стартовать, а именно связанные с видеопамятью. А впоследствии могут вылезть еще косяки. И это тот самый момент, когда вот такие ремонты после чужих рук ты не можешь спрогнозировать наверняка, какой бы у тебя скилл не был. То есть раньше, допустим, я делал как? Я брал и реально менял всю видеопамять для диагностики, перекатывал ГПУ и прочее. А потом уже человек уговорил, смотрите, да, я ее смог починить, с вас столько-то денег. Если ГПУ оказался мертвый, то, соответственно, я ничего не получал и брал 700 рублей за диагностику при условии, что мне надо было вернуть все, по сути, в первоначальный вид. Сами понимаете, ты тратишь иногда там полдня день на это все дело и зарабатываешь 700 рублей, если ГПУ остался мертв. Когда начались вот эти вот приколюхи с кучей заказов, я понял, что, ну, я просто-напросто не могу тратить на это время. И каждому клиенту я всегда начал предоставлять выбор и говорить все возможные камни. И поверьте мне, количество геморройных ремонтов увеличилось, уменьшилось просто в разы. Как минимум, сейчас даже несколько могу вам рассказать. И все эти геморройные ремонты, как правило, связаны с тем, что техника побывала в руках других ремонтников. И я человеку объясняю, я могу сейчас устранить первопричину, но насколько работоспособны остальные узлы, допустим, там, процессор, ГПУ, пока я не устраню первопричину, я сказать не могу. Замеры, никакие здесь сопротивления вам наверняка этого не скажут. И люди начали действительно отказываться, оставлять на запчасти, либо просто забирать технику, а я перестал тратить свое время. И вот в данном случае как раз-таки человек долго, так скажем, сомневался, ну, потому что я понимаю, карта сейчас стоит, допустим, здесь 70-35 тысяч рублей, и просто-напросто потерять эти деньги, ну, как-то не хотелось. А я ему сказал, что замена всей видеопамяти будет стоить что-то типа, там, 16 или 18 тысяч рублей. Ну, то есть расходники плюс работа плюс гарантия. И у него был выбор, либо поменять видеопамять, попасть на 18 тонн и по итогу получить живую карту, или наоборот, карту с мертвым ГПУ, предположим. И сейчас я даже снял видеоотчет человеку, потому что в результате он отказался чинить, все-таки он такой подумал, нет, типа, понимая, что, ну, русская рулетка может быть такой, что вы сейчас устраните косяки с памятью, а в результате еще и ГПУ окажется. Я такой, ну, да, я вас понимаю. Кстати, я выкупил эту карточку на запчасти. Видеопамять там вся сразу под замену была, и мне как раз-таки ради ролика стало интересно, а угадал человек или нет, может быть, карта полностью рабочая, и я сейчас за 5000 рублей, чтобы вы понимали, купил полностью работоспособную 1070. И, как можете видеть, карта начала определяться. Только, блин, с 43-й ошибкой, не перепрошивки биоса ничего не дают никакого результата. ГПУ ужарен настолько, что просто-напросто, ну, он сдох. Не удивлюсь, что первопричиной была 43-я ошибка, на самом-то деле, потому что человек точно не может рассказать историю, но в результате в сервисе прогрели все и вся. И по итогу оказалось, что вот ради эксперимента я заменил всю видеопамять, отреболил ГПУ, посадил все идеально ровно, чистый биос даже зашил на всякий случай, и нифига, никаких сбитых элементов и прочего нет. Вот такие вот бывают сюрпризы в жизни. И тут, наверное, основная мораль какая? Что предупреждайте обо всех подводных камнях клиентов. Потому что только так, если вы не будете ничего утаивать, вы сможете выйти, во-первых, сухим из воды, в плане того, что не потратите кучу времени на жмура. Да, то есть вот сейчас та самая история, когда я раньше с такими картами, вот, тоже брал в ремонт, менял всю видеопамять за бесплатно. То есть это была только диагностика, чтобы понять, живой здесь ГПУ или нет. Сами понимаете, да, объем работ. И в результате я бы, допустим, сейчас наткнулся, как раньше, если бы делал вот на эту картину. Я бы человек сказал, ну, как бы да, ГПУ мертв, с вас 700 рублей за диагностику, все. Ну и как бы и на кой черт это было все, значит, сделано. А так я человека заранее предупредил, и, как говорится, он угадал, что давайте не будем ее чинить, потому что вдруг действительно чип дохлый. И оказалось, да, устранил один дефект, а оказался второй неисправимый, по сути. То есть требуется замена ГПУ. Понятное дело, что в данной ситуации я-то выйду сухим из воды, по той причине, что у меня есть вот такой вот ГПУ. Это, правда, DS7 TI, но, как можете видеть, на нем написано «Пробиты линии». У него первые дифференциальные линии пробиты, поэтому я сейчас, собственно, со второй на первую перенесу, припаяю этот ГПУшник, перепрошу в DS7 TI и продам ее там за какие-нибудь деньги майнерам, которые чисто под майнинг берут такие карты. Вот такая вот история, ребят. Всем хорошего дня, до скорых встреч, пока!